Событие, которого так долго ждали. Подрядчик, наконец, полностью закончил ремонт школы номер 10 и передал ее в эксплуатацию. Сделать это должны были еще 15 августа прошлого года. Качество работы администрация жестко контролировала. Мы работали в этой связке с УКСом. Кураторы УКСа, руководство УКСа, заместитель главы администрации, глава администрации на этом объекте неоднократно были. Поэтому мы придерживались проекта. Мы максимально требовали от подрядчика применения тех материалов, технологий, которые прописаны в проекте. В течение пяти лет подрядчик будет обязан устранить за свой счет любые обнаруженные дефекты и неполадки. Сейчас педагогический коллектив уже начал обживать обновленное здание. Конечно, и коллеги, и родители замечают колоссальную разницу между тем, что, в общем-то, когда школа функционировала до капитального ремонта и после капитального ремонта, она стала современнее намного, начиная с фасада, внутренних помещений, наполнения мебели, то есть техникой. Десятая школа теперь полностью адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья. Самое главное, по ней могут передвигаться на инвалидной коляске. Есть специальный лифт для маломобильных групп, подъемной платформы, специальный вход с ведущим к нему широким пандусом, отсутствуют плинтусы и другие барьеры. Также среди новшеств – система комплексного управления доступом в здание. Это видео-глазки различные для того, чтобы предотвратить именно какой-то террористический, скажем так, атаки, не атаки, но, в общем-то, предотвратить такой удар по школе, скажем так. Что новое еще? Ну и все полностью оборудование новое у нас приобретено, мебель. Учисля, конечно, с удовольствием, с поддержкой родителей все это собирает. Полностью обновился гардероб. У каждого ребенка теперь есть свое место под обувь. В спортивном зале заменили покрытие пола и сетки. Во всей школе сделали комфортное освещение. На входе установили интерактивную панель, где будут выкладывать расписание уроков и дополнительных занятий. На кухне заменили все коммуникации, мебель и технологическое оборудование. Кроме учебников и личных вещей педагогов, все остальное в школе новое. Появляется у нас кабинет для проектной деятельности. То есть он будет включать в себя как сменные выставки, экспозиции различные тематические, то есть действующие проекты наши. И там же будет проходить защита проектов и, в общем-то, будут создаваться проекты самые главные, то есть различные направленности. Химико-биологические, технологические, инженерные. То есть вот такой у нас кабинет появляется. Администрация школы хочет оборудовать здание как можно больше образовательных зон, где ученики смогут в ожидании уроков поиграть в шахматы или зайти в базу данных электронной библиотеки. Каждый класс внесет свою лепту в преобразование школьной среды. 1 сентября порог 10-й школы переступит 550 учеников. И сами дети, их родители, учителя с нетерпением ждут этого момента. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.